В общем, поехал забирать я свой новый резиновый интейк, который пришел мне с Абакана от Виталия. Сегодня же я планирую выехать на одну из горных речек Алтая и покататься уже на новом резиновом интейке. И что из этого выйдет, вы можете увидеть сегодня. В планах провести замеры со старым интейком, замеры скорости, потом установить новый резиновый интейк и также провести замеры скорости. Теперь я имею комплект, о котором мечтает любой водометчик. Так, лодка с тоннельным дном, мотор с резиновым интейком. Сниму небольшой обзорчик, покажу вам. Так, вот и получил я свой резиновый интейк. Вот посылочка такого размера, весит 6 килограмм, ровно пришла с Абакана, за доставку отдал 350 рублей. Сейчас посмотрим, что тут в итоге пришло. Ах, вот ты какой резиновый водозаборник. А он размером-то больше, чем мой. Посмотрим, что с этого получится. Сделан на вид качественно, все аккуратненько. Называется он проходимец. Так все это и будет собираться. Ну ничего, сегодня, завтра попытаемся проверить. В общем, сейчас сделали замер по навигатору. Скорость с родным интейком максимальная получилась 30 километров. Мы втроем, я вешу где-то 105, Рома. Где-то 80 надо. 80, Виталий. 101. Ну, посчитаем потом, плюс полный бак бензина, а так лодка пустая. Сейчас попытаемся переставить интейк на покупной резиновый и сделать замер с резиновым интейком. Пора, бора, бора. Скорость вниз получилась максимально 40 километров. То есть разница в течении 10-11 километров, что ли? Да, один и тот же участок. Ну, сейчас посмотрим, что будет с резиной. Вот, для сравнения. Родной интейк, а вот резиновый. Сейчас мы попытаемся его поставить. Посмотрим, что с этого всего получится. Ну, видно невооруженным глазом, что он больше значительно. И по весу он тяжелее. В общем, снимаем старый интейк. Сейчас посмотрим, что получится. Подойдет ли новый без регулировок или не подойдет. Вот он какой. Он легче, не знаю, в два раза он легче, чем новый. Ох, старый, похоженный. У нового обечайка отдельно. Вот такая штука. Сказали, что ее надо не забыть ставить. Слышь, идеально. Подходит-то. Даже зазор. Не надо тут ничего регулировать. Все тут нормально на вид. В общем, сейчас прикручиваем и пробуем. В общем, последние штрихи прикручиваю. Вроде все подошло. Все крутится. Зазор вроде бы на вид стандартный, что ли. Посмотрим, в общем, сейчас. Терпежа нет уже. Ручки затряслись. Ну, производитель сказал, что интейки опробованы, интейки поехали. Поэтому думаю, что все будет хорошо. В общем, вот такой принцип. Он реально шевелится, играет. Поэтому думаю, что контакт с камнями для него реально будет не страшен. То есть, вот так получилось. Сейчас попробуем в ходовых испытаниях. Это, кстати, на второй дырке мотор. Сейчас попробую поставить на первую. На первой будет задевать. На первой дырке резиновый интейк выглядит вот таким образом. Один в один, как родной. Поэтому думаю, что должен поехать. Подошел он идеально. Ничего не подгонял. Шайбы не подкладывал. Ставил обечайку, прикрутил. И все. Сейчас будем пробовать. Идет, в общем, нормально. Надо настраивать по высоте. Брызги керачат. Это на второй дырке. Идет хорошо. Без проблем. Но летят брызги. Наверное, нужно чуть-чуть поднимать мотор. Поставил на первую дырку. Это ничего не поменяло. Полный газ. Нужно регулировать по высоте. Сейчас поставлю на третье положение. Может, оно поможет. Заря. Ты прям как заря шел. Ну, видно, где брызг. Вообще, а почему так? Ну, надо выше поднимать. Мотор? Да. Ну, вот сейчас вот здесь на повороте. Он прохватывать начинает. Угу. Это непонятно. То есть, если мы сейчас подложим полсантиметра, он больше прохватывает. Он может запрохватывать, но зато брызгать не будет. Ну, брызги херачат 2 метра. Я попытался скорость замерить, а она больше 30 метра не поехала. Но пустая. Пустая. Брызги херачатся. Опротивление. Вверх? Да. Ага. Ну, сейчас будем пытаться подложить что-нибудь. Посмотрим. Я и на первой дырке пытался, и на второй, и на третьей. В общем, палочку подложил. На поворотах появились прохваты на разворотах. А брызги как были, так и есть. На глисер выходит маленько сложнее. Доность. 23. 23. 25. Полный газ. 26, а там было 29. 29, 30. 30, куда, да? Вот, поддели скорости 4 километра. Покажи, ну, брызги. Ну, что-то не то. Тут, по-моему, порезвее шел. Ну, да, сейчас 26 была скорость максимальная. С насадочкой застой. А там было 29. Брызги летят, она что-то с брызгами делать. Сопротивление. Да, вы ставьте ту насадку, да, и все. А это не для мелководия насадка. И на глиссер выходит, на этой посложнее. Ну, ты же заметил это? Да, да. Тяжелее, тяжелее. Сейчас я еще поставлю на первую дырку, потому что это на второй. Иди на выезды! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»